Приветствуем вас в онлайн-школе статистики Международного энергетического агентства. Сегодня мы поговорим о годовом вопроснике по электрической и тепловой энергии. Вот перечень тем, которые мы затронем сегодня. Начнем с рассмотрения мировых тенденций в области электроэнергетики. Вы узнаете о том, какие источники и технологии используются в мире для производства электроэнергии, а также о потреблении электроэнергии в разных секторах и о том, как эти два аспекта эволюционировали в период с 1974 по 2015 год. Затем мы перейдем к рассмотрению основных понятий, касающихся данных об электрической и тепловой энергии. Далее кратко поговорим о том, как эти данные подаются в МЭА при помощи соответствующего вопросника, а также о некоторых проверках данных, которые мы проводим, чтобы убедиться в правильности данных. Потом мы перейдем к описанию разных методов сбора данных об электрической и тепловой энергии, которыми могут воспользоваться национальные администрации. И в завершении презентации объясним, как наши данные об электрической и тепловой энергии применяются. Итак, начнем с обзора мирового производства электроэнергии и развития этой отрасли в период с 1974 по 2015 год. На этих двух круговых диаграммах видно, как изменились источники производства электроэнергии в период с 1974 по 2015 год. Предлагаю обратить внимание на два основных аспекта. Во-первых, за этот период мировое производство электрической энергии увеличилось почти в четыре раза. С 6300 до более чем 24 000 миллиардов киловатт-час. В основном за счет увеличения спроса на электроэнергию. Во-вторых, за этот период изменилось соотношение видов топлива, используемых для выработки электроэнергии. К примеру, доля нефти, из которой в 1974 году вырабатывалась почти четверть электроэнергии, сегодня опустилась на отметку ниже 5%. В производстве электроэнергии стали чаще использовать природный газ. За четыре десятилетия его доля почти удвоилась. С 12% в 1974 году почти до одной четвертой всего производства электроэнергии в 2015 году. Существенный рывок сделала ядерная энергетика. Ее доля выросла с незначительных 4% почти до 13% в 2010 году, поскольку многие промышленные страны начали строить в этот период атомные электростанции. Но к 2015 году ее доля сократилась до 10,6%. Это случилось после аварии на Фукусимской атомной электростанции, произошедшей в результате Великого Восточно-японского землетрясения. Несмотря на увеличение роли других источников в производстве электроэнергии, уголь по-прежнему остается ведущим видом топлива. Его доля выросла с 37% в 1974 году до чуть более 39% в 2015 году. Одна из причин роста угля – ценовое преимущество по сравнению с другими видами топлива. Однако при этом не учитывается его воздействие на окружающую среду. Только примерно в последние 10 лет страны стали активно принимать этот фактор во внимание и вводить правила, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. Благодаря этим новым стратегиям, которые поощряют переход на низкоуглеродное производство электроэнергии, наблюдается рост доли возобновляемых источников. Мы видим, что в 2015 году позиции солнечной, ветровой и геотермальной энергетики усилились, и их доля хорошо заметна на правой диаграмме, в то время как в 1974 году она была совсем незначительной. Доля горючих возобновляемых источников энергии тоже увеличилась в связи с активацией использования биотоплива и отходов для выработки электроэнергии. Также интересно отметить, что в рассматриваемый период сократилась относительная доля гидроэлектроэнергии. Это связано с тем, что на планете остается все меньше мест, где можно было бы построить новые гидроэлектростанции. Несмотря на это, мы видим прирост более современных возобновляемых технологий, таких как солнечная и ветровая энергетика. Существенно усилились позиции биомассы в производстве электричества. А теперь давайте посмотрим, как изменилось потребление электроэнергии по секторам между 1974 и 2015 годом. Главный вывод, который можно сделать на основании этих диаграмм, заключается в том, что потребность разных секторов в электроэнергии за этот период изменилась. Во-первых, мировое потребление электроэнергии выросло почти в четыре раза. С около 5300 миллиардов киловатт-час в 1974 году до более чем 20 тысяч миллиардов киловатт-час в 2015 году. Во-вторых, мы видим, что самым крупным потребителем электроэнергии была и остается промышленность. Однако, хотя доля промышленности по-прежнему остается наиболее значительной, в отличие от 1974 года в 2015 году, она уже не составляет основную часть потребления. При этом увеличиваются доли жилищного сектора и сектора коммерческих и общественных услуг. На эти два сектора, вместе взятые – жилищный и коммерческих и общественных услуг – сегодня приходится почти половина всего потребления электроэнергии. Это можно объяснить несколькими факторами. В промышленном секторе наблюдается общий долговременный спад, и страны, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии, переводят свои экономики с промышленной основы на сферу услуг, которая является менее энергоемкой. В рассматриваемый период, начиная с 1974 года, внедрялось большое количество технологических инноваций, благодаря которым повысилась эффективность энергоемкой обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, что привело к замедлению темпов роста электропотребления промышленного сектора, особенно по сравнению с жилищным и коммерческим секторами. А теперь посмотрим, как мировое производство электроэнергии изменилось с течением времени. На графике слева видно, что страны-члены ОСР 3-4 десятилетия назад занимали лидирующую позицию в мировом производстве электроэнергии. Однако эта тенденция изменилась в начале нового тысячелетия, когда в странах, которые не входят в ОСР, производство электроэнергии стало резко расти. В период с 1974 по 2000 год объемы генерации электроэнергии в странах, не входящих в ОСР, росли в среднем на 4,6% в год, а в странах-членах ОСР – на 3%. В период с 2000 по 2015 год тенденция изменилась. Среднегодовой темп роста производства в странах ОСР упал до 0,9%. В то время как в странах, которые не входят в ОСР, он достиг 5,9%. Благодаря устойчиво высоким темпам роста электрогенерации доля стран, не входящих в ОСР, впервые превысила долю членов ОСР в 2011 году. И с тех пор эта ситуация сохраняется. В 2015 году страны, не являющиеся членами ОСР, производили 55,1% всей мировой электроэнергии, что почти вдвое превышает их долю в 1974 году – 28,1%. Возрастающая роль стран, которые не входят в ОСР, в производстве электроэнергии также отразилась на рейтинге крупнейших производителей. Три из пяти стран-лидеров не являются членами ОСР, а именно Китайская Народная Республика, Индия и Российская Федерация. Причем основной движущей силой этого роста является Китай. В частности, в 2015 году Китай произвел больше электроэнергии, чем страны, расположившиеся на третьем, четвертом и пятом месте рейтинга. Индия, Российская Федерация и Япония вместе взятые. Торговля электроэнергией, хотя и получает все более широкое распространение, пока еще в основном сосредоточена в странах-членах ОСР. Например, три из пяти крупнейших чистых экспортеров электроэнергии – Франция, Германия и Швеция – являются членами ОСР и находятся в Европе. Данные об электрической и тепловой энергии. А теперь кратко рассмотрим, как мы классифицируем электроэнергию и тепло по источникам энергии. Горючие виды топлива. Это ряд наиболее важных видов топлива, используемых для производства электроэнергии. Горючие виды топлива включают не только ископаемые ресурсы, такие как уголь, нефтепродукты и природный газ, но и горючие возобновляемые энергоресурсы, такие как биотопливо, коммунальные отходы и другие. Гидроэнергия. Эта энергия, получаемая в результате преобразования потенциальной и кинетической энергии воды в электрическую. Гидроэнергию вырабатывают также гидроаккумулирующие станции и гидроэлектростанции чистого и смешанного типа. Ядерная энергия вырабатывается в результате ядерного распада или ядерного синтеза. Солнечная и ветровая энергия в последние пять лет играет все более заметную роль в структуре производства электроэнергии, поскольку реализуются государственные программы по стимулированию внедрения этих низкоуглеродных технологий. Геотермальная энергия, в свою очередь, вырабатывается из тепла, излучаемого земной корой. Энергия приливов, волн и океанских течений также используется для выработки электроэнергии. Эта технология пока применяется весьма ограниченно. Больше всего ее используют в Корее и Франции, в двух странах-членах ОСР. Иногда для выработки электроэнергии используется сбросное тепло или тепло, выделяемое в процессах, которое не требует входных энергетических ресурсов. Такая электроэнергия указывается в категории «тепло химических процессов». И, наконец, бывают случаи, когда электроэнергия вырабатывается из других источников, которые не приведены в этом перечне. Например, производство электроэнергии из топливных элементов. Ее следует указывать в категории «прочие». Теперь, когда мы обсудили разные источники производства электроэнергии, пришло время поговорить о цепочке поставок и потреблении электроэнергии и тепла. На слайде представлена упрощенная схема спроса и предложения электрической и тепловой энергии. Эта цепочка делится на две основные части, а именно поставки и потребление. Основными элементами стороны поставок являются источники производства энергии, общий объем производства и торговля. На стороне потребления учитываются различные секторы, потребляющие энергию. Теперь давайте рассмотрим элементы цепочки подробнее. С левой стороны показаны различные источники первичной энергии, которые используются для выработки электричества и тепла. Как мы видели ранее, к ним относятся все виды горючего топлива, негорючие возобновляемые энергоресурсы, ядерная энергия и некоторые другие категории, как, например, теплохимических процессов. Также у нас есть категория «прочие», которая отведена для источников, которые не вошли в этот перечень, например, для выработки электроэнергии из топливных элементов. На основе этих источников мы получаем данные о валовом производстве электрической и тепловой энергии, а также о чистом ее производстве. Это тот объем энергии, который передается дальше по цепочке поставок. Разница между валовым и чистым производством обусловлена собственным использованием, то есть энергией, которая используется прямо на станции для поддержания ее работы. Например, электростанция может использовать часть своего валового объема генерации на освещение собственной территории и помещений. Далее учитываются объемы торговли. Значения импорта прибавляются, значения экспорта вычитаются. И, наконец, вычитываются потери при передаче и распределении, чтобы получить количество электроэнергии, которое предлагается к потреблению. На стороне потребления мы указываем общее потребление, а также значение потребления для разных секторов и подсекторов – энергетического сектора, транспорта, промышленности, жилищного, коммерческого и сельскохозяйственного. Однако следует отметить, что от момента производства электроэнергии до ее подачи для конечного потребления некоторое количество электроэнергии теряется. В основном оно отражается в категориях собственное использование и потери при передаче и распределении. Если вы помните, на одном из наших предыдущих слайдов мы представили как валовое мировое производство электроэнергии, так и ее конечное потребление. В 2015 году валовое производство составило примерно 24 миллиарда киловатт-час. Конечное потребление – примерно 20 миллиардов киловатт-час. Обратите внимание, между этими двумя значениями есть существенное расхождение. Около 16,7% объема валового производства электроэнергии было растрачено на пути от генерации до конечных потребителей. В основном это отражается в категориях собственное использование и потери при передаче и распределении, поскольку часть электроэнергии теряется в сетях электропередачи. Вернемся к разговору о стороне потребления в нашей цепочке поставок и использовании электрической энергии. Общее потребление – это количество электроэнергии, доступное для потребления конечными пользователями. Далее оно распределяется на следующие четыре подсектора. Энергетический сектор. Здесь указывается количество энергии, потребляемой энергетической отраслью, для обеспечения добычи ресурсов и работы установок. Например, сюда относится электроэнергия, потребляемая угольными шахтами, нефтеперерабатывающими заводами, нефтью и газодобывающими предприятиями. Электроэнергия, используемая для обеспечения работы городских систем метро, трамваев, фуникулеров и канатных дорог, а также электромобилей и троллейбусов, которые курсируют по дорогам общего пользования, указывается в графе «Транспортный сектор». В графу «Промышленность» следует вносить электроэнергию, которая потребляется в рамках экономической деятельности. Как, например, производство чугуна и стали, целлюлозно-бумажное производство и полиграфия, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. И наша последняя группа состоит из жилищного, коммерческого и сельскохозяйственного секторов, где указывается электроэнергия, потребляемая для отопления помещений, работы теплиц и парников, а также для приготовления пищи, мытья посуды и стирки в домашних условиях. Предоставление данных в МЭА и их проверка. Вопросник по электрической и тепловой энергии содержит данные об электрической и тепловой энергии и насчитывает в общей сложности 8 таблиц. В таблицах указываются данные об объемах производства электрической и тепловой энергии по 47 видам топлива или технологиям, по типу производителя – только электроэнергия, только тепло, комбинированное производство электроэнергии и тепла, и по типу предприятия или установки – производитель по основному виду деятельности или производитель для собственных нужд. В вопроснике также указываются данные о потреблении электрической и тепловой энергии разными секторами. Эта информация дополняется техническими сведениями об электрических сетях, например, об их генерирующей мощности и пиковых нагрузках. Таблицы 1 и 2 предназначены для отчетности о валовом и чистом производстве электрической и тепловой энергии. Таблицы 3 и 4 для отчетности по балансу поставок и потребления. Причем конечное потребление дезагрегируется по подсекторам. В таблице 5 приводятся данные о производстве электрической и тепловой энергии производителями для собственных нужд. Таблица 6 предназначена для отчетности о производстве электроэнергии из разных видов горючего топлива. В таблице 7 указываются электрогенерирующие мощности станций с разбивкой по используемым технологиям. И, наконец, в таблице 8 приводятся данные об объемах торговли электрической и тепловой энергии, а именно об импорте и экспорте. Как видно на этой диаграмме, горючие виды топлива как группа занимают наиболее важное место в структуре мирового производства электроэнергии. Под горючими видами топлива мы понимаем уголь, нефть, природный газ, а также горючие возобновляемые энергоресурсы и отходы. Как видите, в 2015 году основная часть электроэнергии была произведена из горючего топлива. Почти 70% мирового производства электроэнергии. В таблицах 1 и 2 указываются общие объемы горючего топлива, как для валового, так и для чистого производства. Чрезвычайно важно понимать, какая часть этого горючего топлива используется для производства указанного объема электроэнергии. Эта информация нужна для расчета КПД для разных видов топлива и установок. Мы собираем эту информацию в таблице 6. Таблица 6 содержит разбивку по 37 видам горючего топлива, как для входящих ресурсов, так и для вырабатываемой электрической и тепловой энергии. На этом слайде схематически изображены взаимосвязи между таблицами вопросника. Важно, чтобы были правильно подсчитаны суммарные значения для указываемых в каждой таблице данных, и чтобы эти суммарные значения в разных таблицах сходились между собой. Например, в вопроснике по электрической и тепловой энергии общий объем импорта, указанный в таблице 8, который представляет собой сумму импорта из всех стран происхождения, должен соответствовать общему объему импорта, указанного в таблице 3. То же относится и к экспорту. Логические связи существуют не только между разными таблицами этого вопросника, но и между разными вопросниками. Например, если определенное количество угля потребляется для производства электрической энергии, его следует указать в обоих вопросниках. Причем количество, указанное в вопроснике по электрической и тепловой энергии, должно совпадать с количеством, указанным в вопроснике по углю. После заполнения вопросника мы обрабатываем данные и рассчитываем некоторые ключевые показатели, которые помогают нам проверить точность данных. Мы сверяем данные в различных таблицах вопросника между собой и с другими вопросниками, чтобы увидеть, совпадают ли значения. Например, мы суммируем дезагрегированные цифры и сверяем их с итоговыми значениями. Скажем, сумма импорта электроэнергии из разных стран должна совпадать с общим значением импорта. Что касается внешней согласованности, то, например, количество используемого топлива и выработка электростанций должны совпадать с данными в вопросниках по нефти, природному газу и возобновляемым источникам. Помимо проверок на согласованность, мы также анализируем соотношение данных. Мы смотрим на соотношение валового и чистого производства энергий и проверяем, соответствуют ли они технически установленным диапазонам, учитывая задействованные виды топлива и технологии. Мы также проверяем значения теплотворной способности, насколько они соответствуют другим цифрам в наборе данных. Рассчитываем коэффициенты генерирующей мощности и проверяем, вписываются ли они в общую картину других значений, не превышает ли 100%. Сравниваем коэффициенты полезного действия со среднемировыми показателями. Также мы смотрим на все временные ряды в целом на предмет разрыва в них. Получив заполненный вопросник, мы делаем все эти тесты. Если что-то вызывает сомнения, мы направляем наши вопросы к контактному лицу соответствующей страны с просьбой изучить проблему и оперативно предоставить соответствующий отчет. Тем не менее, тот факт, что мы задаем вопрос, еще не означает, что данные неверны. Это просто значит, что они выбираются из ряда ожидаемых нами показателей. Бывает, что реальная ситуация отличается от наших ожиданий. Сбор данных. В этом разделе мы поговорим о получении национальными администрациями данных об электрической и тепловой энергии. Сбор данных связан с ключевыми вопросами, которые следует учитывать. Первый из них – это затраты. Сбор каких-либо статистических данных требует затрат. Следует найти баланс между эффективным использованием ресурсов и сбором необходимых данных. Какие именно данные необходимы, зависит от потребностей пользователей данных. Но не все потребности возможно удовлетворить. Важно следить за изменениями в секторе энергетики и ограничить набор собираемых данных самыми важными направлениями. Следует помнить, что низкое качество данных может в итоге привести к намного более существенным затратам, чем затраты на сбор информации и связанную с ними работу. Следующий важный аспект. Трудности Учитывая роль и важное значение энергетики в мировом развитии, можно было бы предположить, что основная информация в области энергетики является легкодоступной и надежной. Это не всегда так, и снижение качества энергетической статистики обусловлено несколькими причинами. Например, либерализация энергетических рынков оказала на статистику двойное воздействие. Во-первых, раньше мы могли взять подробные данные у единственного в стране коммунального предприятия, а сегодня, чтобы получить всеобъемлющую картину отрасли, приходится рассылать сотни вопросников разным компаниям. Во-вторых, рыночная конкуренция зачастую приводит к тому, что часть данных считается конфиденциальными, и это усложняет сбор основных сведений. Кроме того, возможен дефицит ресурсов, например, когда сокращение бюджета приводит к сворачиванию запланированной работы. Также может существовать проблема высокой текучести кадров, что приводит к неопытности сотрудников и потере переемственности, а это, в свою очередь, отражается на качестве наших данных. Цель системы сбора данных – иметь детальное и надежное сведение о разных частях цепочки производства и потребления, а для этого нужна зрелая и устойчивая система энергетической статистики. Чтобы создать ее, нам следует Сформировать правовую базу Создать надлежащий механизм отчетности, включающий Максимально удобные для пользователей вопросники Сеть контактов Согласованный график Также необходимо сформировать действенный механизм распространения данных Следует выделить необходимые ресурсы для сбора и обработки данных Необходимо осуществлять пересмотр методики процессов, предвидеть изменения в энергетике и адаптироваться к ним Какие существуют виды сбора данных об электрической и тепловой энергии? Сейчас мы рассмотрим все методы сбора данных, которые могут быть полезны в работе национальных администраций Первый способ – это обследование Страны могут проводить обследование среди поставщиков или конечных потребителей энергии В число энергетических предприятий в контексте электрической и тепловой энергии входят производители, операторы систем передачи и распределения, операторы рынка или энергетические биржи Проводя обследование среди энергетических компаний, можно собирать сведения об объемах производимого и продаваемого именно рынке электричества и тепла Компании должны легко отслеживать эти показатели, поскольку они важны для их собственного финансового учета Также весьма вероятно, что компании будут своевременно отслеживать такие данные, благодаря чему в рамках обследований смогут сообщать своевременную информацию Хорошего показателя предоставления информации также можно добиться, сделав такую отчетность обязательной на законодательном уровне И наоборот, показатель предоставления информации и детализация данных могут быть не на высоте, если обследование проводить на добровольной основе Преимущество проведения обследований среди предприятий заключается в возможности получить подробную информацию о потреблении электрической и тепловой энергии в разных секторах Для целей бухгалтерского учета компании ее бухгалтерия должна хранить данные о коммунальных платежах за текущий год, которые можно использовать для предоставления необходимой информации в рамках обследований В частности, обследование предприятий дает возможность собрать данные о производстве электроэнергии неэнергетическими предприятиями, которые вырабатывают электричество или тепло для собственных нужд Это могут быть, например, нефтеперерабатывающие заводы, заводы по производству автомобильных шин и тому подобное Обследование домашних хозяйств в то же время предоставляет исчерпывающую информацию о конкретных видах конечного использования электроэнергии в быту Например, для отопления помещений и нагрева воды, для освещения, приготовления пищи, развлечений и т.д. Собираемые таким образом данные очень полные, но при этом обследования сильно обременяют респондентов, требуют времени и, как правило, довольно затратны Второй источник данных – административные данные Это данные, которые собираются в основном не для статистических целей, а для реализации программ и политических мер, но их можно адаптировать для статистических нужд Например, регулирующие органы в области энергетики должны иметь информацию о типах выданных лицензий на эксплуатацию электростанций и их генерирующей мощности Операторы системы передачи должны владеть информацией об объемах электроэнергии, которая проходит по их сетям Эти сведения пригодятся для расчета данных о международной торговле электроэнергией Чтобы простимулировать потребление определенного вида топлива или внедрение какой-либо технологии для выработки электрической и тепловой энергии, правительство некоторых стран вводит для них определенные преференции Суммы бюджетных ассигнований или размер недополученных налогов обычно связаны с объемом произведенной электрической и тепловой энергии, которые можно вычислить из этих финансовых показателей Кроме того, данные можно собирать путем прямых измерений Некоторые переменные лучше измерять, а не получать в рамках исследований Например, это касается данных об энергопотреблении, собранных при помощи интеллектуальных счетчиков, которые позволяют получать самую свежую информацию Наконец, методы оценки и моделирования дают возможность количественно оценить данные в тех случаях, когда нельзя провести фактические измерения Этот способ позволяет быстро получить информацию, и его можно использовать, чтобы уменьшить частоту проведения затратных обследований Но полученный результат во многом будет зависеть от точности исходных данных и используемой модели Приведу пример При отсутствии фактических данных о количестве электроэнергии, произведенной солнечными фотоэлементами Для получения оценочного значения можно использовать информацию о генерирующей мощности таких фотоэлементов и смоделированное количество воздействующего на них солнечного излучения Оно будет зависеть от места расположения станций Такой способ может применяться для получения данных о выработке солнечной электроэнергии домохозяйствами определенного населенного пункта или региона В тех случаях, когда фактические сведения получить затруднительно Рассмотрим более подробно административные данные Административные данные – это данные, которые собирают в целях реализации государственной политики Такими данными может владеть орган правительства, государственное или частное предприятие, отвечающее за реализацию политики По сути, административные данные – это удобный способ отслеживать результат и оценивать действенность политики или достижение стратегических целей и задач Однако, учитывая, что этими данными владеют третьи лица, пользователям может быть трудно получить к ним доступ из-за юридических препятствий, конфиденциальности или вопросов собственности Более того, следует понимать, что эти данные собираются для совершенно других целей, то есть не для статистики электрической и тепловой энергии Поэтому их охват, определение, номенклатура или используемые классификации могут отличаться и не вполне соответствовать нашим потребностям, что может привести к проблемам с качеством данных или затратам времени на исправление ошибок В использовании административных данных есть определенное преимущество А теперь обратим наше внимание на способы использования собранных данных После того, как данные собраны и обработаны, их используют повсеместно Помимо МЭА, эти данные используются во всем мире – правительствами, учеными и исследователями, аналитиками и инвесторами и другими сообществами Собранные данные используют в разных целях Например, для оценки надежности поставок, для сравнения показателей разных стран, для оценки эффективности той или иной политики, а главным образом – для принятия обоснованных политических и бизнес-решений В рамках МЭА эти данные используются для подготовки нескольких публикаций В частности, Electricity Information Book – справочник по электроэнергии Energy Balances Book – энергетические балансы И CO2 Data Report – доклад о выбросах СО2 Мы также публикуем данные онлайн В формате файлов IVT и на компакт-дисках Эта информация также синтезируется и используется другими отделами МЭА в целях анализа, подготовки страновых обзоров, прогнозов World Energy Outlook – прогноз мировой энергетики, составления дорожных карт перспектив развития энергетических технологий, а также широкой общественностью для принятия законодательных, коммерческих, экологических и политических решений Мы также используем эти данные для разработки показателей энергоэффективности Особо следует отметить ключевую роль, которую играют данные об электроэнергии в расчетах разных энергетических показателей Так, данные об электроэнергии служат ключевыми исходными параметрами для показателей энергоэффективности Эти показатели позволяют лучше понять, насколько эффективно используется энергия в стране и на какие сферы стоит обратить внимание, чтобы добиться максимальных улучшений Например, данные о производстве электроэнергии используются в расчетах КПД станций А этот показатель важно знать наряду с количествами входящих ресурсов, чтобы увидеть соотношение между используемыми энергетическими ресурсами и вырабатываемой электроэнергией При помощи данных об электроэнергии вычисляют, на какие источники приходится большая часть ее производства Это знание можно использовать, чтобы осуществлять мониторинг прогресса в достижении различных национальных целей или чтобы оценить степень значимости от того или иного топлива при планировании энергетической безопасности Еще один показатель, в котором используются данные об электроэнергии – это количество выбросов СО2 на киловатт-час электроэнергии Он позволяет увидеть, как производство электроэнергии в стране влияет на ее выбросы парниковых газов и изменение климата Данные об электроэнергии также используются для расчета соотношения электроэнергии на единицу ВВП и на душу населения Эти показатели помогают оценить структуру экономики и развитие технологических инноваций в стране Спасибо за внимание! Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов В том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающуюся наших методик сбора данных Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН – Международной рекомендацией по энергетической статистике В которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...